Район Мацесты, село Краевско-Армянское. И здесь, как и в городе, ряд новостроек. Вокруг домов суетятся, новоселы переживают, что за комиссия собралась. Жилье здесь на порядок дешевле, но и проблем больше. В рейд сегодня вышли представители земельной инспекции, водоканала, МУК «Водосток» и депутаты городского собрания Сочи. Последние намерены в рамках заседания комиссии по незаконному строительству горсобрания выйти с инициативы главе города по поводу ужесточения мер в отношении нерадивых застройщиков. Наше предложение следующее, что в таких домах, которые застройщик узаконил через суд, предоставив конструкторскую экспертизу, что сооружение самого конструктива, соответствуем строительным нормам и правилам, не давать подключения газа, света и воды на незаконные этажи. Таким образом, это будет отбивать охоту незаконных застройщиков строить сверх нормативов площади и поэтажности, и по площади застройки. Такая практика существует в столичных городах, в Москве и Санкт-Петербурге. Поставщики коммунальных услуг, если будет одобрено предложение депутатов, будут иметь дополнительные полномочия. А пока только в ходе рейдов выявляют тех, кто, например, даже не получил тех условий на подключение к сетям. Фактически происходит использование, то есть самовольное подключение, труба идет на дом, в доме находится продовольственный магазин, который потребляет воду, жильцы живут, которые потребляют воду. На сегодняшний день ни договора с водоканалом нет, ни получены тех условия. К депутатам обратились жители частных домов Краевско-Армянского, которые считают, что забитые ливневки – результат отсутствия канализационных сетей. Именно застройщики должны их прокладывать еще до начала строительства домов. Нас волнует, что вот здесь комары, мухи, антисанитария. И это должно волновать не только меня, а и всех жителей района. Я думаю, давно пора решать вопрос в таком поселке с канализацией. Вот пока большие дома как начали строить, вот это все пошло. Пока не было больших домов, этого не было. Депутат городского собрания Александр Уваров взял ситуацию под личный контроль и пообещал информировать власти города о ситуации в Краевско-Армянском. Елена Взец, Надимир Даниловский, телекомпания ФКТ.